Всем привет! На связи Роман Слихудинов и в этом видео мы в Компас 3D создадим листовой детальщика. Вот она сейчас на ваших экранах. Недавно мне написал Александр и прислал эту деталь и попросил создать 3D модель данной детали. Ну, так как вопросов по листовым деталям накопилось много, то я решил записать видео по этой детали, потому что многим будет интересно. Итак, вот у нас чертеж чеки и трудность у Александра была в том, что здесь на чертеже у нас показана развертка. Вот и трудность была в том, чтобы как уже получить по чертежу развертки деталь согнутую. Вот сейчас мы это с вами и выполним. Итак, вот чертеж. Давайте я сейчас его пока закрою. И вот посмотрите, это вот готовая деталь. Я сейчас здесь запущу команду развертка. Вот посмотрите, развернутая деталь. И вот снова запущу команду развертка. Вот деталь у нас согнутая. Давайте начнем. На стандартной панели выберем создать и выберем новый документ деталь. Далее на панели вид я ориентацию изменю. Выберу здесь изометрия x, y, z. И сейчас давайте начнем. Раскроем в дереве модель ветвь начала координат. И выберем плоскость zx для создания эскиза. Отлично. И сейчас у нас открыта панель геометрия. Давайте запустим команду непрерывного от объектов. И у нас по умолчанию здесь стоит создание отрезка. Мы оставляем это и начинаем. Давайте начнем из точки начала координат. Ведем вверх. Примерно длиной 60 мм. Линию ведем. Далее вправо ведем. Примерно также длиной 60 мм. Далее вниз ведем линию. Так, ну примерно длиной миллиметров 70. Отлично. И сейчас давайте на панели свойств переключим здесь. Выберем дуга по трем точкам. Итак, укажем сейчас точку на дуге. И укажем конечную точку. Так. У нас сейчас команда дуга активна. Снова создаем дугу. Указываем точку на дуге. И указываем конечную точку. Так. И сейчас давайте на панели свойств переключим. Выберем здесь опять же создание отрезка. Ведем вверх. Примерно длиной 40 мм. Так, смотрите, чтобы здесь выравнивание с этой точкой не срабатывало по горизонтали. Чтобы здесь потом не удалять нам эту связь. Так, и давайте вправо перемещаем. Влево линию создадим. И далее вверх. Нажимаем клавишу Escape. Вот пока давайте на этом остановимся. И сейчас проставим необходимые размеры. Но, так, еще раз открою вам чертежик. Вот он контур. И сейчас давайте создадим три вспомогательные линии. Запустим команду отрезок. И на панели свойств. Стиль давайте выберем тонкой. Произвольную линию создадим из точки начала координат. Ведем влево. Ну и длиной там миллиметров 20. Так, создали отрезок. Далее давайте здесь. Произвольно создадим. Так. Выше точки начала координат. Так, я тут немножко сбил. И давайте. Так, опять. И вот здесь еще так же произвольно создадим линию. Нажимаем клавишу Escape. Завершили. Вот три линии мы создали. И сейчас давайте перейдем на панель размеры. И запустим команду авторазмер. Давайте укажем длину вот этой линии. Она равна 60 миллиметров. Я нажимаю ОК. Так, я сейчас нажму Стоп. Вот посмотрите, у меня размер 60. Здесь без расставления отклонений. То есть, если кто не знает, как это отключить, но если вам это не нужно, то сейчас я покажу. Заходите в Сервис. Далее Параметры. И, например, чтобы у новых документов это не было, переходите на вкладку Новые документы. Далее. Раскрываете ветвь Модель. А здесь раскрываете ветвь Размеры. Далее вот ветвь Допуски и Предельное значение. И вот Параметры. И вам нужно снять галочку вот отсюда, где у нас написано Отображать в надписи предельное отклонение или значение. Вот отсюда галочку уберите. Если вам не нужно, то во всех следующих новых документах здесь вот у вас не будут отображаться отклонения. Так, ну а чтобы именно в этом документе у вас не было вот этих вот отклонений, то вам нужно завершить эскиз, также открыть Сервис, Параметры. Здесь у вас будет текущая деталь, и точно так же там найдите ветвь, как здесь вот ветвь Модель, потом Размеры, и то же самое проделать. Но обязательно, повторюсь, надо выйти из эскиза. Так, продолжаем. Опять же, я запускаю команду Авторазмер. Давайте укажем длину вот этой линии. Так, длина 58 мм ее. Так, и сейчас давайте укажем размер вот от этой линии до нашей вспомогательной. Этот размер равен 110 мм. Так. Далее. Давайте я пока завершу. Команду Авторазмер. И сейчас, что мы сделаем? Давайте перейдем на панель Параметризация, и запустим команду Касание. И укажем с вами, первую кривую это вот дуга. Ну и укажем нашу вспомогательную линию. Отлично. Все, они сейчас, видите, по касательной, соединены. Так. Далее. Давайте запустим команду. Опять же, перейдем на панель Размеры. Запустим команду Авторазмер. И укажем здесь вот радиус. Так. Давайте я нажму клавишу Escape. У меня линейный размер начал проставляться. Итак, я запускаю команду Радиальный Размер. Я там не попал. Вот сейчас выбрали конкретно радиальный размер. Давайте здесь укажем радиус 30. Так, ну, а здесь у нас радиус 75. Так. Давайте нажмем Стоп. Если у вас также здесь вот соединяются эти дуги непокасательные, то опять же, заходим на панель Параметризация. Запускаем команду Касание. Указан первую кривую и вторую. Отлично. Так. Ну и, соответственно, здесь тоже вот у меня непокасательной. Я укажу первую кривую и вторую. Так. Вот у нас все изменилось. Вот так сейчас это выглядит. Нажму клавишу Escape. Завершу команду. Давайте сейчас перейдем на панель Геометрия. И запустим здесь команду Дуга. Давайте раскроем весь списочек и выберем Дуга по трем точкам. И первую точку укажем здесь. Вот. Так. Далее укажем точку на Дуге. Давайте ее укажем. Вот на этой вспомогательной кривой. Так. Ну и укажем здесь. Конечную точку. Так. Нажимаю Стоп. Так. И сейчас давайте опять же зайдем на панель Параметризация. И запустим команду Касание. Укажем на Дугу и на эту вспомогательную линию. Так. Нажимаю Стоп. Кстати, вот я Дугу создал. И здесь стиль линии тонкая. Давайте кликнем по ней, если у вас так же. И в контекстном не выберем основная. Так. Далее давайте проставим размеры. Зайдем на панель Размеры. Я запускаю команду Авторазмер. Так. И сейчас давайте проставим размер вот от этой вспомогательной линии до этой. Размер этот равен 80 миллиметров. Так. Далее давайте укажем размер от этой линии до, опять же, вспомогательной линии. Вот этот размер равен 20 миллиметров. Так. Я нажимаю клавишу Escape и здесь сейчас выровняю вот эту точку вот сюда вверх. Вот так перетащу. Далее давайте снова я запускаю команду Авторазмер и укажем размер вот от этой линии до этой. Размер равен 115 миллиметров. Так. Ну и давайте укажем размер вот от этой линии до этой линии. Этот размер равен 50 миллиметров. Так. И вот длину этой линии давайте укажем. Длина этой линии 38 миллиметров. Отлично. Так. Вот что у нас получается. Давайте укажем радиус дуги. Так. Я сейчас посмотрю на чертеж. Радиус дуги равен 65 миллиметров. Давайте его укажем. Выражение запишем 65. Так. Давайте прервем команду. И вот здесь вот создадим окружность. Переходим на панель геометрия и запускаем команду окружность. Раскройте весь список и выберите окружность касательно двум кривым. Укажем первую кривую. Это вот эта вот линия у нас будет. Вот вторая кривая дуга. И давайте создадим окружность. Вот система предлагает две окружности. Вот кликнем левой клавишей мыши и выберем ту окружность, которая нужна. Вот по этой кликнем. Нажмем по кнопке создать объект. И нажмем стоп. Так. Опять же она у меня тонкой линией. Сейчас я по ней кликну и выберу стиль основная. Итак, окружность создана. Она у нас по касательной. Так. Давайте сейчас вот кликнем по этой точке, где у нас дуга заканчивается. И подтащим ее к окружности, чтобы они соединились. Вот пересечение отлично сработало. Так. И сейчас давайте соединим опять же окружность и вот этот отрезочек вспомогательный. Зайдем на панель параметризация и запустим команду касания. Укажем на окружность и на отрезок. Готово. Далее давайте зайдем на панель редактирования и запустим команду усечь кривую. И вот это вот кликнем здесь. Все это усечем. И вот здесь вот. Так. Сейчас давайте зайдем на панель размеры. Запустим команду радиальный размер и укажем радиус. Радиус здесь 7 миллиметров. Так. Радиус. Простая. Вот что у вас должно получиться. Давайте сейчас зайдем на панель параметризация и запустим команду отображать степени свободы. И посмотрим. Так. Вот еще здесь есть степени свободы. Нужно от них избавиться. Сейчас мы с вами выполним выравнивание по вертикали. Вот этой вот точки и вот этой. И у нас с вами этих степеней свободы не будет. Итак. Давайте здесь нажму стоп. Зайдем. Хотя в принципе мы уже находимся на панели параметризация. И давайте запустим команду выравнивание точки по вертикали. Укажем точку начала координат и вот эту точку. Отлично. Вот посмотрите я выровнял и вот эти вот степени свободы исчезли. Они остались только вот у вспомогательных отрезков. Так. То есть можно проверить. Давайте завершим команду. Кликнуть и попробовать поперетаскивать. То есть все у нас стоит на месте. Итак. Вот посмотрите. Вот такой эскиз у вас должен получиться. Вот с такими размерами. Еще раз я вам покажу сам чертежик. Давайте сейчас завершим эскиз. Эскиз готов. И сейчас перейдем. Вот. Перейдите на панель элементы листового тела. И давайте запустим команду листового тела. Эскиз у нас уже определился. И толщину давайте здесь укажем 6 миллиметров. Так. И нажмем по кнопке создать объект. Вот посмотрите мы получили листовое тело. Толщина 6 миллиметров. Давайте я сейчас открою чертеж. Сейчас нам нужно выполнить сгиб. Вот у нас линия сгиба. Расстояние 80 миллиметров от края до нее. Давайте сначала создадим линию сгиба. Мы с вами будем выполнять сгиб с помощью команды сгиб по линии. Ну и для начала создадим мы эту линию. Давайте кликнем по этой грани. Создадим на ней эскиз. Запустим команду отрезок. Стиль линии давайте выберем основная. Чтобы уже в следующий раз у нас всегда была основная. Произвольно здесь вот линию создаем. Вертикальную. Далее заходим на панель размеры. Запускаем команду авторазмер. Так и давайте кликнем по этой линии и по этой. Вот и укажем этот размер 80 миллиметров. Отлично. Вот линия создана. Остальные размеры нас не интересуют. Давайте завершим эскиз. И сейчас запустим команду сгиб по линии. Сейчас нам нужно указать плоскую грань. Вот я ее указал. И линию. Давайте укажем наш отрезок. И уже посмотрите на фантоме. Вот видно как будет выполнен загиб. Если в будущем вам нужно будет также поменять сторону. То здесь вот на панели свойств есть команды. Прямое направление. Обратное направление. И вот команда. Сторона 1, сторона 2. Вот так же. Если вам нужно, надо будет изменить. То с помощью этих команд вы измените. Итак, давайте сейчас посмотрим на наш чертеж. Здесь у нас угол сгиба 22,5 градуса. И радиус 6 миллиметров. Давайте зададим эти параметры. Итак, угол впишем 22,5 градуса. Ну и радиус сгиба 6 миллиметров. Так, отлично. Давайте нажмем по кнопке создать объект. И вот посмотрите, сгиб мы выполнили. Далее нажмем стоп. Завершим команду. Вот у нас что получилось. Сейчас давайте на панели вид. Нажмем по кнопке скрыть все объекты. Чтоб нам лучше было видно деталь. И сейчас давайте зададим параметры развертки. Здесь же на панели элементы листового тела. Давайте нажмем по кнопке параметры развертки. Так, и сейчас нам нужно указать грань, которая будет оставаться неподвижной. Давайте кликнем по этой грани. Все, мы задали эту грань неподвижной. И нажимаем по кнопке создать объект. И сейчас, посмотрите, у нас стала активна команда развертка. Давайте нажмем по ней. И вот у нас деталь развернулась. Опять же нажмем по кнопке развертка. И вот опять она в согнутом состоянии. Так, сейчас я на панели вид ориентации сделаю изометрия x, y, z. И давайте сейчас свойства детали зададим. Где у нас деталь в дереве модели? Правый клетчер. Кликнем, выберем здесь свойства модели. И наименование давайте впишем щека. Так, и выберем цвет. Здесь нажмем по кнопке, выберем цвет. И давайте выберем изумрудный. Вот он у нас. Нажимаем по кнопке создать объект. Отлично. Вот наша деталь щека готова. Скругление вот этих вот двух ребер выполните самостоятельно. Ну и также создайте самостоятельно. Здесь вот три отверстия диаметром 13 мм. Сейчас я вам покажу чертеж. Вот чертежик для создания отверстий. Вот вам понадобятся размеры 17, 22, 55, 25. Ну и соответственно вот три отверстия диаметром 13 мм. Ну и для скругления вот используйте радиус 10 мм. Это выполните самостоятельно. И в итоге у вас должна получиться вот такая деталь. Чтобы посмотреть еще больше видео уроков по Компас 3D, заходите в группу видео уроки Компас 3D Solidworks Inventor ВКонтакте. Она находится по адресу vk.com в Компасе. Вы ее найдете по этому баннеру. Здесь также есть уроки по Компас 3D Solidworks и Autodesk Inventor. Здесь можно общаться с другими пользователями, обсуждать свои проблемы. Также не забывайте подписываться на канал в YouTube. Канал можно найти набрав youtube.com. Слэш саппроблок. На этом канале также есть много видео уроков по Компас 3D Solidworks и Autodesk Inventor. Не забудьте подписаться, будете в курсе новинок. Ну и также заходите на мой блог саппроблок.ру, где я также выкладываю новые видео уроки. На этом у меня все. Жду вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok